Поступление новинок, тот самый, знаменитый Эру. Очень интересное анодирование получилось на данном выпуске ножей. Просто к феноменальному какому-то разнообразию ножей много разных красивых игл. У нас прям такие герои. Это скорпион и это штормтрупер. Для любителей потемнее у нас есть два исполнения со клинком Blackwash. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Dagger Knives, где мы говорим о ножах и не только. У нас так много коробок, что уже не знаем, куда их деть. А почему у нас так много коробок, об этом вы узнаете в нашем видео. Но сначала я расскажу вам, что у меня сегодня с собой на кармане. Это нож Эру. Тот самый, знаменитый Эру. Без флиппера. Выпускал он 2019 года. Он на D2. Номер у меня 038 из 125. Это не лимитка. Просто раньше все ножи, которые выпускали из компании Dagger, были вот так пронумерованы. То есть были такие партии. Здесь у меня еще очень клевая бусина с Кратосом. Я обожаю God of War. И Кратос это мой любимый персонаж в этой игре. Поэтому вот решила на такой хищный нож одеть темляк с Кратосом. Кстати, раньше этот нож у меня был с оранжевыми накладками. Но кое-кто из сервиса решил собрать мои оранжевые накладки на свой нож. И переодел мой прекрасный Эру обратно в черные накладки. Но от этого он не стал менее привлекательным, классным и красивым. К теме нашего видео. И это поступление новинок. Если вы подписаны на наши социальные сети, вы уже знаете о том, что у нас в продаже появились долгожданные Эру на лайнере в разных цветах и размерах. Покажу вам их немного позже. Если вы прямо сейчас хотите заказать нож, то переходите по ссылке в описании этого видео. Быстро заказывайте. И давайте смотреть видео дальше. Ведь помимо Эру на лайнере у нас еще очень много чего интересного. И начать я, наверное, хочу с вот такого вот ножа. Это также долгожданный всеми нож-игла. Это фронталка. Соответственно, по клипсе вы можете увидеть, что этот нож относится у нас к Royal Line. Здесь клипса-циклоп. Кстати, очень интересное анодирование получилось на данном выпуске ножей. Обычно оно у нас такое голубое, да, ближе к синему цвету. А в этот раз, смотрите, такой интересный фиолетовый отплеск какой-то. Очень нравится мне эта клипса. Значит, нож-игла. О нем у нас есть большое видео. О прототипе, точнее. В том видео участвовал прототип. И сейчас у нас есть много разных красивых игл. Давайте черный я уберу, чтобы он нас не смущал, потому что у нас очень много разноцветных симпатичных ножей. Вот, как вы видите, любителям цветного, скажем так, должно понравиться. Это фиолетовый, винный, да, он не красный, он больше винный, с черной клипсой. Здесь также темная фурнитура. Темная фурнитура на всех абсолютно цветных ножах. Единственное, что они отличаются у нас, это клипса. Цвета клипсы, вы видите, здесь разные. Ну и по ТТХ, также вы можете посмотреть в предыдущем видео о ноже-игла. Мне просто хочется сказать, что этот нож Royal Line, как я уже говорила, здесь сталь WG10. Сделан он у нас по принципу Кащея Слим. Видите, кнопка находится не сбоку корпуса, да, а вот здесь посередине. Он очень легкий, очень удобно открывается эта кнопочка. Те, у кого на данный момент уже есть нож-игла в пользовании, напишите, как вам этот нож, что вы им делаете. Потому что я предложила команде, говорю, давайте сделаем тесты на нож-игла. Они меня спрашивают, а какие тесты? Я говорю, ну, вскрытие конвертов там, отрезание скотча, ниточки. Может быть, вы конкретно, владелец ножа-игла, уже успели как-то ножом попользоваться. Соответственно, напишите в комментариях, а еще напишите в комментариях, какой вам цвет больше нравится, посмотрите на это. Но это же вообще, они такие все прикольные. Вам какое больше нравится? Пишите в комментариях. А сейчас мы с вами перейдем просто к феноменальному какому-то разнообразию ножей. Это, конечно же, одна модель. И давайте я начну вот с этого малыша. Это, все верно, друзья, это Arrow на фрейме. Мне, на самом деле, достаточно сложно будет сейчас говорить о этом ноже, потому что я обожаю Arrow. Это мой первый нож от компании Dagger. Я влюбилась в него вообще с первого взгляда. Ну, как вы видели, вот я вам показываю, это как раз-таки мой первый нож. Я очень люблю эту форму клинка. Я люблю именно момент открытия. О отверстие можно также, да, в этой итерации за флипер. Ну, что изменилось? Изменилась, конечно же, рукоять. Здесь у нас фрейм и полностью стальная рукоять с двух сторон. Нож нудист у нас с вами сегодня в программе. По характеристикам абсолютно все то же самое. Единственное, что изменился, вес ножа. Помимо накладки стальной и фрейма, здесь вы можете видеть еще стальной спейсер. Конечно, нож тяжелее, чем будет такой же на лайнере. Данное исполнение у нас весит 167 грамм. Хочу напомнить, что 117, по-моему, грамм весит Arrow на лайнере. Собственно, ну, есть узнаваемые черты. Это такие голубые глаза в клипсе. Соответственно, клипсы глубокой посадки. Естественно, она переставляемая. Кстати, левши, если вы смотрите это видео, скажите, пользуетесь ли вы ножом на фрейме. Потому что левой рукой, ну, мне сложно открывать. Вам, наверное, легко. Не знаю, напишите, очень интересно. Это вот исполнение у нас сатин, полностью сатин. Сатиновый клинок, сатинированная также рукоять. Еще раз повторю, что здесь у нас сталь на рукояти. Дальше вы увидите много разных исполнений. Также вот присутствует у нас это Arrow в обработке Stone Wash. Полностью, да, Stone Wash. Здесь и клинок, и рукоять. Все в Stone Wash. Вот так вот он выглядит. Интересный, да? И вот исполнение, которое мне нравится больше всего, это Grey Stone Wash. То есть серая рукоять и, соответственно, также Stone Wash на клинке. Очень удобный, кстати, под пальцевый упор. Мне вот чем нравится фрейм, тем, что он чуть-чуть худее. Вот прям совсем немножко. Давайте сравним вот с этим красавчиком. Ну, вес, конечно, отличается прям в разы. По толщине. И не знаю, вам видно или нет. Может быть, мы добавим какой-то кадр, чтобы вам было хорошо видно. Вот Arrow на фрейме она потоньше, а на лайнере полегче. Но здесь уже каждый сам себе выбирает, что ему больше нравится. Флипует, кстати, классно. Такой звук еще, знаете, ну, металлический. Прям, ух! Давайте я около петлички открою. Здорово. Вот это исполнение мне нравится больше всех. Мне нравится, что здесь фурнитура выделяется на фоне рукояти. Также здесь выделяется спейсер. Клипса, соответственно. Ну, и клинок также контрастный достаточно. Вот у нас с вами было три, скажем так, светлых исполнения. Для любителей потемнее у нас есть два исполнения со клинком Black Wash. Это All Black. Это черная фурнитура. Это, соответственно, черная клипса. Черный спейсер. Черный клинок, в общем, All Black, как он есть. Так вот. Ну, естественно, что у нас остается неизменным, это глаза в клипсе. А какие у нас глаза в клипсе? Голубые. Все верно. Голубые глаза в клипсе. Этот прекрасный череп. И давайте сразу тоже покажу. Это исполнение Gray Black Wash. То есть здесь такая же серая рукоять, серая стальная рукоять, и с темным клинком. Здесь темная фурнитура, которая также контрастно смотрится на этом ноже. Выглядит интересно. Мне захотелось сравнить два ножа с серой рукоятью. Посмотрите, как они выглядят по-разному. Здесь очевидно, что рукоять одного и того же цвета. Но в зависимости от исполнения клинка и фурнитуры на ноже, как по-разному смотрятся два этих ножа. Как будто бы они даже, наверное, не из одной линейки. Не знаю. Выглядит прям интересно. Напишите, какое бы исполнение вы себе взяли. Сатин, Old Black или что-нибудь из серенького. Мне вот этот больше всех нравится. Если вдруг кто-то их еще не видел или не знает, или вообще впервые на нашем канале, не забывайте подписываться. Если вы смотрите наши видео и почему-то до сих пор не подписаны, то обязательно подпишитесь. Ведь у подписчиков нашего YouTube-канала, Telegram и ВКонтакте есть специальные условия для скидочки при заказе на нашем сайте. Если вы еще об этом не знали, то напишите нам на почту. Мы вам все расскажем, покажем. А если вы подписаны уже на наши социальные сети, но у вас еще почему-то нет скидки, то также напишите нам на почту. Мы вам ее обязательно дадим. Итак, эру в исполнении Скорпион. Это желтая рукоять и темный клинок. У этого ножа, кстати, очень много поклонников именно вот в желтом цвете. Почему-то нравится больше всех. Ну да, яркий такой, прикольный. А почему-то никто не говорит, ой, а желтые накладки, они же светлые, они пачкаются. Почему-то все только белые накладки вот так вот любят обижать. Но, друзья, это два светлых таких исполнения. Если вы уж берете и желтые накладки, то можно присмотреться, кстати, и к белому исполнению. Эру Шторм Труппер. У нас прям такие герои. Это Скорпион и это Шторм Труппер. Кстати, кто бы выиграл в этом поединке? Напишите в комментариях. И, естественно, классика у нас присутствует. Это Stone Wash и темная рукоять. Здесь спейсер, кстати, также черный. А вот на предыдущих, на цветных вариантах данных цветных моделей спейсер у нас идет в тон к рукояти, что тоже выглядит интересно. И также есть еще исполнение All Black. Я его здесь не вижу, но оно есть у нас на сайте. Так что переходите, смотрите. Давайте еще поговорим с вами о том, где же можно использовать данные ножи. Потому что тип клинка такой достаточно на любителя. Многие говорят о том, что кинжал плохо режет. Что я опровергала просто в куче видео с нарезкой кинжальными формами клинка. И своим ножом Arrow я тоже режу абсолютно все. Но, мне кажется, я, в принципе, все могу нарезать кинжалом. Для кого, соответственно, эти ножи? Да, это EDC. Здесь длина клинка 9,9 см на каждый день в город. Если там любите выбираться на природу, то почему бы и нет. Особенно нож на фрейме. У него нет никакой дополнительной накладки. Ничего нет. У вас не будут забиваться какие-то продукты. Может быть, я не знаю, изделия, которые вы будете резать. Вам будет очень удобно этим ножом работать. Ну, естественно, здесь есть насечки, кстати, что тоже очень удобно. Единственное, вот сейчас уже холодно. Как вы видите, я в теплой толстовке. Вот, на улице прохладно. И если вдруг вы захотите на улице сделать какие-то работы вот таким ножом на фрейме, если вы работаете без перчаток, будет прохладно. Рука будет замерзать, потому что, соответственно, сталь, да, она будет мерзнуть. Но для этого у нас есть эра на лайнере. G10, он будет более цепкий, менее скользящий и не будет мерзнуть в холодное время года. Если вдруг вы оказались на улице в такой ситуации, где вам нужно воспользоваться ножом без перчаток, то, соответственно, этот вариант для вас будет удобнее. Также хочется отметить, что покрытие Blackwash, оно все-таки будет более защищать клинок от питинга, от какой-то ржавчины, чем обычно Stonewash или тот же самый Satin. Все-таки это Т2, и давайте не будем забывать о том, что за ножами нужно ухаживать. И после того, как вы ножом поработали, желательно не оставлять его в еде, или в каком-то соусе, или в какой-то грязи сразу чистить, чтобы никаких неприятностей не случилось. Многие, кстати, из вас, дорогие друзья, очень просят вернуть нож без флипера, то есть просто, чтобы было открытие об отверстии, как это показано на моем ноже предыдущих годов выпуска. Сейчас у нас, соответственно, есть флиппер, за который очень удобно открывать нож. Вот, ну, видите, по сравнению. Не обращайте внимания, что у моего ножа клинок чуть-чуть короче, он уже неоднократно точился. Вот, из-за этого он так выглядит. Значит, здесь у нас присутствует флиппер. Убирать мы его не планируем пока что. Отверстие также мы убирать не планируем. То есть, помимо того, что это дизайнерское решение, это еще очень удобный способ открытия. Как вы видите, да, за отверстием. Ну и наш фирменный черепок или гриб, или медуза, кто как называет. Он здесь очень приятно выглядит, не портит совершенно внешний вид. То есть, такой вот дизайн будет продолжаться, эра будет выпускаться именно в таком виде. Если вдруг по каким-то причинам вы не доверяете отверстию в клинке, то такого же форм-фактора у нас есть нож-пеликан. Таких же ТТХ, такая же сталь у него. Единственное, что у него отсутствует бэкспейсер с отверстием под темляк. Но его можно, соответственно, приобрести в комплекте с накладками. У нас периодически появляются разные накладки. Там можно, соответственно, приобрести вместе с накладками спейсер. Присмотрите, кстати, к ножу-пеликан. Я недавно делала на него обзор. Я тоже этот нож обожаю. Он прекрасно режет. Если это видео не смотрели, то переходите по ссылочке, которая будет где-то здесь, и посмотрите это видео. Оно очень веселое, и мы там в конце едим колбасу. Такие у нас были новинки, такие новости. Пишите в комментариях, какое исполнение Эру понравилось лично вам больше, какое вы себе уже заказали. А может быть, в каком исполнении Эру вы ждете. Кто уже владеет иглой, также напишите, как вам этот нож, в каком он у вас исполнении. Я буду ждать ваших комментариев. Ну и увидимся с вами на выставке Клинок, которая пройдет в Москве со 2 по 5 ноября. Там будет много разных интересных ножей, которые, возможно, даже не ожидаете. Ну и, конечно же, наши новинки. Ну, подписывайтесь, если еще не подписаны на наш канал. Ставьте лайки и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok